здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня я вдохновилась не будем вязать ни крючком не спицами мы будем использовать ручки наши я вдохновилась вот этой вот сумочкой от h&m конечно же там блестящая вот такой жгут такой массивный там по моему 07 диаметр и такой найти тем более мне в чехии это вообще нереально но я вот нашла у себя вот джинсовый моток один вот этой вот трикотажной пряжи он у меня еще с древних времен вот один лежит лежит и я на него смотрю смотрю и думаю думала ну вот все таки я что-то из него сделаю и вот пришло его время девчонки делаю вот не копию этой сумочки а просто по мотивам на мать и по мотивам этой сумочки вот попробую сделать ручку максимально похожую и вот сам принцип я вам покажу как я вижу вот у меня короткие джиза то я их использую вот в комбинации с этой пряжей вот для этой сумки сумка не будет копия еще раз говорю потому что предвижу вот эти вот все комментарии а это ой фу и и так далее я просто позаимствовала саму идею технику и так далее так что я первым делом делаю вам у нас очень плотная пряжа жгут этот и он как вам сказать ну как бы большие узлы большие окна вдвое как бы не вариант я считаю я просто сделаю больше вот этих вот я сейчас отмерю 140 сантиметров я не уверена что это будет 140 мы потом в конце посмотрим если у вас выскочила в окне другая сумма другая цифра значит вы отмеряете по этой другой цифре так я так как я это все делаю в режиме нереального времени то есть у меня нет образца которые я делала я все буду делать в одном экземпляре и на камеру поэтому я отрезаю 140 сантиметров и вот таких вот кусков я отрезаю 16 штук по 140 сантиметров вот кстати у меня еще и останется пол матка я так предполагаю уйдет так вот девчонки я отрезала 16 этих что у меня осталось кстати почти мотоки уйдет потому что мне еще нужно будет и на ручку там на всякие прибамбасики в общем 16 таких по 140 сантиметров и я отделяю ровно половину и половину воду вот 1 2 3 1 2 3 4 и так одну я ручку сделала для второй мне нужно еще отрезать 6 полуцок по 30 сантиметров 1 3 4 5 5 и 1 50 5 ой 2 2 2 девчонки простите и 2 50 сантиметров 50 5 5 5 6 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 140 я их вот так вот складываю пополам определяю середину вот и вот эти шесть тоже середину совмещаю с этими 8 вот таким вот образом теперь беру вот эту сантиметру которая 50 сантиметров ниточку прикладываю вот так вот сюда беру все 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 вот так вот держу и обматываю их все тугенько раз посчитаем сколько чтобы было одинаково два три четыре пять пять шесть 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 восемь и теперь вот смотрите я вот так вот держу делаю узелок и завязываю так вот это мне не нравится что она перевернулась я переворачиваю чтобы это было красиво и вот так вот затягивая теперь что далее далее я беру крючок и продеваю вот туда вот вовнутрь беру вот эту нить и мне нужно ее протянуть сюда возможно у вас получится не с первого раза вот у меня получилось я очень рада я ее обрезаю и вот здесь вот у меня вот такие хвостики я их тоже лишнее обрезаю ну потом они спрячутся их потом не видно будет вот вот так вот я затянула как бы конец и сейчас что я делаю сейчас будет такой интересный этап вот мне нужно разделить вот эти у меня шесть коротких я их делю на две части эти у меня 4 влево 4 вправо то есть по 7 этих нитей так здесь у меня 4 здесь у меня 4 3 и 3 вот вот таким вот образом я буду как бы делать вот этот вот жгут из двух половинок как я его делала чтобы это у нас получилось так как у нас здесь завязана я его зафиксировала между коленями сейчас вам все покажу если вы будете повторять за мной у вас все получится так я прошу прощения за задний вид но мне нужно вам показать так как я делала значит я вот так вот зажала между коленями туго туго вот эту часть я крутила от себя туда а вот эту часть к себе то есть там я держу и максимально как у вас только получится я слабак конечно вот у меня это очень туго не получилось но как как получилось если вы затянете потуже то у вас все получится лучше и вот так вот крутила 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 вот сколько смогла конечно вы можете попросить вот держать в руках так как я одна дома не пришлось обходиться сама попросите помочь мужа пусть он крутит а вы держите тогда получится вот эта ручка вообще идеальная просто у меня не хватило силы вот закрутить это конкретнее далее ой 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 у меня камера смотрите хоп я их сложила вдвое и она закрутилась теперь я держу вот она теперь я вот примеряю к этой и видите у меня получается что вот так вот чтобы было одинаково и беру нить которая у меня 50 сантиметров кстати вот это мне кажется у меня закрутилась красивше ну вот попросите помощи у мужа у меня такого не имеется то я так сколько у нас там было восемь раз два три проверяю все нормально нет чуть выше чуть чуть выше раз два 3 до формально 4 5 6 7 8 затягиваем так то есть мы сделали то же самое вот какие у нас прекрасные ручки получаем мы максимально приблизились к оригиналу здесь не путаем с вот этими хвостами которые висят а именно тот один затягиваем сюда чтобы у нас это все не распустилась так есть отличие теперь я обрезаю вот эти шесть хвостов эти шесть я добавлялась для того чтобы ручка была была плотнее да потому что 8 это мало сейчас вот просто вы вот эти вот запишите туда да и все по одному обрезайте а ну потом и чуть попробуйте вот так вот вытянуть она спрячется просто потом чуть поработает вот все осталось у меня три четыре пять шесть семь восемь вот такие вот ручки девчонки я подготовила и теперь идем далее я сделала одну заготовку и сейчас покажу то есть здесь у нас это все делается отдельно так пока пока потом будем соединять значит что я делаю я каждую из половины разделяю на три части первая часть у нас состоит из трех не так вторая и из двух и третья из трех и завязывая узлы три узла у меня значит здесь расстояние от вот этой вот части и до узла 4 сантиметра плюс минус девчонки это опять же на ваше усмотрение 4 ой 3 там ниточки здесь у меня две вот не спешите затягивать узел потому что потом вы не сможете регулировать 2 2 3 кстати это пряжа красит руки вот они раз два три здесь я делаю то же самое раз два три две и три и то же самое делаем завязывая узлы такой обычный красоту красота красота видите затянула не вовремя и мне теперь приходится так есть девчонки теперь далее что мы делаем вот этот средний оставляем по срединке тех тот который у нас войной значит беру 2 нити от этого тройного двигаюсь слева направо и завязываю узел из двух теперь нитей здесь далее вот здесь 4 сантиметра вот далее у меня где-то приблизительно 3 сантиметра померяю вот он так есть три сантиметра видите вот возможно чуть меньше но я уже меряю по вот этим вот предыдущим далее одна вот у нас осталось берем следующую из вот этой вот части здесь уже просто принцип макраме да вот ну кто не вяжет макраме то понятно мы скрещиваем берем отсюда и отсюда по одной нити и скрещиваем этим же принципом мы будем двигаться далее здесь снова смотрите одна отсюда 1 отсюда есть и здесь осталось 2 я их тоже сразу ну то и сделаю узел вот отлично здесь делаю то же самое сначала 2 из одного узла в общем у нас по краям получается всегда 2 вместе но как всегда только вот в этих заготовка сейчас мы будем все 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 соединять здесь у нас осталось 1 и 1 берем со следующего узла знаете затягивать вообще я бы сказала что не надо потому что смотрите вот какие красивые такие толстые узлы я наверное постараюсь не сильно затягивать потому что вот эти свободные узлы мне нравятся больше но я уже здесь вот позатягивала и они как бы ничего вы будете учиться на моих ошибках вот так все у нас здесь вот как бы соответствует все да вот эти вот узелки так и теперь что мы делаем девчонки есть у нас вот эти две заготовки теперь мы смотрите сыну мы их соединяем сейчас мы берем одну нить отсюда с одной заготовки одну с другой и делаем узел как мы и делали то есть мы соединили три сантиметра у меня будет расстояние измерю и теперь все двигаемся здесь справа налево здесь слева направо и делаем узлы вот так вот соединяем принцип макраме как я говорила один отсюда один отсюда так здесь у нас осталось одна нить все правильно теперь мы передвигаемся сюда и движемся по этому в этой половине справа налево и вот смотрите что у нас получилось все я соединила видите она уже соединена и теперь мне нужно соединить вот эти две я складываю так вот вдвое их и вот здесь вот соединяем и далее что я делаю я далее буду вязать как бы по кругу все я соединила теперь я вяжу по кругу это значит что я беру вот так опять же вот у меня узелок узелок неважно где вы начнете я с каждого узелка беру две нити у нити по одной и делаю следующий узел вот он и так двигаюсь либо справа налево либо слева направо и буду брать следующие следующие узлы и так и так далее то есть если я пройду круг сейчас я пройду круг все вам покажу и вот смотрите я уже пришла стыку где у меня вот где где я начинала у меня осталась одна веревка я я завязываю этот узел последний вот и круг я прошла здесь контролируем вот видите чтобы все узлы были как бы на одном уровне вот и далее я продолжаю завязывать эти узлы то есть следующий круг вот так вот далее следующий кругу и и так далее вот еще где то вот так вот мне нужно сумочки то есть это я так раз и два два круга я еще сделаем девчонки и так я прошла еще два круга по кругу да вот так вот у нас получается вот такая вот чулок так вот всего вот если чтобы для контроля девчонки раз два три четыре пять шесть рядов вот сейчас я вам промеряю в сантиметрах сколько это для ориентировки знаете для чего если вы вдруг будете вязать большую сетку у нас она маленькая вот смотрите здесь да вот этих узлов это 30 сантиметров ну и плюс еще до шва у нас будет вот так вот где-то где-то около 33 сантиметров вся наша сумочка высоту это не не больше не меньше вот приблизительно такая как в оригинале вот вот единственное что хочу сказать одну одну один юанс что если у вас пряжа будет толще девчонки вам нужно отмерять больше потому что там будет более объемный узел поэтому у меня 140 сантиметров а вы смотрите там 120 100 то есть 140 160 допустим я сейчас подравниваю 160 170 лучше пусть обрезать вот тем более что они видите как бы потом распределяются неравномерно и сейчас просто выравниваю это все дело и обрежу чтобы значит верха у меня не хватает я буду использовать вниз и обе штанины у меня конечно будут отходы но это потому что у меня не длинные штаны вот вверх я оставлю кстати надо какую-то сумочку придумать еще что я делаю я вот так прикладываем отмеряю знаете до какого места вот прямо вот сюда где заканчиваются ручки и отрезаю и отрезаю так есть теперь знаете что делаю я теперь все подравняю вот образом значит что я сейчас делаю я сейчас по периметру зигзагом пройдусь эти две детали вот эту в охрану я срежу так здесь я хочу почему я срезала боковую здесь я хочу 24 у меня получится 24 сантиметра потому что сантиметрик уйдет нашу сейчас у меня 26 сантиметров вот и по итоги получится ширина 24 сантиметра и высота моей сумки подкладки почти 30 сантиметров сейчас 29 вернее 29 с половиной сейчас сейчас зигзаг уйдет почему одинаковое количество практически вот с этим потому что все еще здесь у нас будет подгибка на стягивание здесь у нас уйдет шов по итог получится все красиво сейчас я одно то я не буду показывать как я шью я просто вам озвучу вот сам процесс здесь я сейчас обмотываю края по периметру вот я посмотрите я просто зигзагом прошлась по кругу и теперь первым делом что я сейчас делаю синий капец значит я беру одну деталь там где узкая часть где дно наши так называемые знаете я пожалела что я срезала этот угол если он был здесь бы еще было больше как бы набрано вот этот верх и было бы по мне красивее ну вот что есть то есть так находим нашу среднюю детальку вот она и и мы кладем вот вот так вот в угол вот прям сантиметр от края чуть выпускаю я и так далее теперь я беру ту которую снизу давайте нет не так теперь отсюда среднюю вот она и точно так же здесь сантиметр от края фиксируем далее вот вот так вот попарно равномерно распределяя девчонки это зависит от вашего размера знаете что я не буду я просто сейчас ну в смысле булавить не буду вы хотите при булавке хотите наметайте но вот равномерно нужно распределить вот эти вот остатки но и вы поняли о чем я говорю вот так вот их и пристрочить на вот эту вот основу при этом оставив сантиметр здесь с краю и сантиметр здесь с краю я сейчас пристрочу и покажу вот здесь вот я чередую одну сверху одну снизу одну сверху одно снизу видите чтобы они были в шахматном порядке и вот так вот я их прямо настрачиваем на одну деталь чтобы было более четко и более удобно да я сейчас вот пристрачиваю одной строчкой эти все как бы хвосты именно код этой вот детали подкладки на лицевую сторону я укладываю вот эту вот деталь и одной строчкой вот это вот все пришиваю пришиваю вот смотрите что у меня получилось да я все пришила вот она я пришила теперь я беру вторую деталь кладу ее вот смотрите изнанка вниз эту деталь прикладываю к ней и вот четко по вот этой вот строчки я прострачиваю эти хвосты у меня висят я их как бы вот здесь вот выравнивала до чтобы узелки были на одной на одном расстоянии вот здесь я прострачиваю вот от начала и до конца вот этих вот как бы трикотажных волокон а здесь я оставляю то есть сейчас запуталась сама значит здесь это оставляет вверху 10 сантиметров и начинаю строчить в часа 10 сантиметров обозначу точкой вот это этой точке я строчу в эту точку потом в эту точку и потом поворачиваясь ищу в эту точку которая тоже у нас 10 сантиметров вот то есть вот так вот с трех сторон я прострачиваю прошивая что у нас здесь внутри эта сумка и лицевыми сторонами сложно подкладка вот смотрите вот я прострочила до угла до этого угла это это я с той стороны смотрю острочила я вот этой вот стороне здесь точно строчку попыталась на данном этапе у нас это все выглядит вот таким вот образом то есть вот наша подкладка вот наша сумка сейчас что я сделаю я вот эти вот подгибки на которые у господи простите простите так я их отверну можете наметывать можете скалывать но я шью так то есть я их вот сейчас вот на лапку по 07 где-то от строчу при том от строчу вот заверну здесь я разложу я вам потом все покажу как это выглядит и прострочу в конец вот сколько у меня хватит как бы захода в это все дело вот и с этой стороны для чего я аж сюда для того что вот от этой через эту сетку будет видно вот эта подкладка и чтобы она смотрелась как бы более дорого до солидно я сделаю эти отделочные строчки потом останется нам сделать здесь тоннель и все сейчас я от строчу это все делаем и продолжим и так вот что у меня на данном этапе смотрите я от строчила еще здесь вот сделала закрепку такое чтобы не расходились вот открытые как бы вверх что я здесь делать буду сверху так здесь я сейчас нет на 4 сантиметра я вот от строчу вот здесь вот вверху и вот так вот подогну и здесь вот прыщу во всей длине с обеих сторон той строчки у меня будет две вот здесь и здесь сейчас я это сделаю вам показ вот смотрите что я сделала да вот такие вот два туннеля у меня здесь наверно два с половиной сантиметра приблизительно чуть меньше трех чуть больше два с половиной вот в готовом виде сама вот это внутренность этой как бы канатика но для продевания канатика метра так что хочу сказать вот пока шила поняла что девчонки вот этот нижняя часть должна быть уже еще уже чтобы вот здесь она была как бы бочоночка это мое предположение так но я сейчас пробую конечно наполнить эту сумку теперь по вот этой верхней части где-то плюс 10 сантиметров вот так вот вдвое давайте я сделаю плюс 15 где-то две штуки отрезали только они у меня сантиметров скажу на это вы не ориентируйтесь потому что у меня шире 95 сантиметров вот что я делаю я беру толстый крючок продеваю его дай бог чтобы у меня затягивает туда шнурок булавочку бы надо ну так есть один и сюда второй могу предположить вот насколько я помню что в оригинале у нас вот эта дырка 1 с одной стороны и шнурок тоже один но мне все-таки так как оригинал у нас смотрится дорого-богато красиво а мне хотелось чуть подпадок холл при а приукрасить сумочку пока рассказывала все слетело вот то я вот решила вот так вот сделать две ваше желание ваше как бы в общем то вы делаете как хотите вы можете да блин подручными средствами иглу и так и пока я продеваю я еще скажу свое мнение чтобы вы понимали там чтобы я изменила то то что пряжу да это однозначно чтобы получилось красиво как в оригинале ну вот но я так понимаю что такую пряжу найти очень трудно потому что прям там толстый такой канат и еще и с люрексом где вы найдете такую толстую понятное дело что h&m так теперь смотрите вторую часть я от свободных концов продеваю вторую деталь ну вторую вот этот второй шнурок вот что у меня какая идея возникла можно же взять тоже все бесхозные как бы остатки вот этих пайеток которые у нас остались до от вязания по чинели вот всего-всего и связать крючком просто цепочку и она нам и связать цепочку той толщины вот я если у меня будет время я просто свяжу как образец вот по этому же принципу свяжу шнурок но это если будет время девчонки найду там те которые остатки мне как бы максимально друг с другу с другом дружат и свяжу вот длинную цепочку которую смотаю в клубок и которые вернее даже не длинную а по длине вот этих вот по 140 сантиметров цепочки и вот из них сделайте я думаю пустить туда блестяшки какие-то вот смотрите что у меня получается вот такая вот сумочка сверху так вот есть у нас два конца здесь у которых вот она перемычка и два конца здесь у которых вот она перемычка эти два конца я делаю вот такой вот декоративный вот так вот жестко прям под под вот это вот узел 1 и 2 вы можете как угодно что угодно здесь как бы сделать добавить для декора хоть и помпоны хоть и хоть брелки хоть что угодно то же самое я делаю здесь таким образом ничего у меня больше не выскочит вот я смогу вот эту сумку таким вот движением раз и затянула и закрыла а это висит у нас как отделка раз и открылась сложила туда все что захотела а теперь я вот таким вот образом это все одеваю распределяю и по таким вот образом у нас это все дело получается вот это то что я говорила вот здесь вот хотя может быть вы знаете и нормально наверное вы лучше было бы вот так вот уже или как-то там может резинкой стянуть можете попробую сейчас резинка этот не стянуть чтобы был больше бочонок сейчас я попробую девчонки в общем либо вот так вот 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 так вот это выглядит классная приколюха вот и я сейчас попробую все таки вот это вот стянуть резинкой чтобы был больше бочонок как по оригинале вот единственное да что сама пряжа желает лучшего ну сам процесс я вам показала вот а вы уже по пряжи уже думаете я думаю из любой пряжи чтобы вы не не нашли либо остатки свои используйте так как я либо свяжите из остатков либо закажите пряжу ну вот такая вот сумка у вас должна получиться и я думаю стильно просто быстро самое главное как мы любим и дешево все а я с вами прощаюсь с вами была дикой школа рукоделия всем пока пока а а Субтитры сделал DimaTorzok